Жители дома на Океанском проспекте 134 повесили около наклонившейся подпорной стены ограждающую ленту. Вот только для детей она помехой не является. Про состояние стены они знают, но не понимают, насколько сейчас опасно играть в собственном дворе. Стекает на дорогу, и мы каждый раз наблюдаем, тут все больше щели появляются. А потом все стекает на дорогу. Машины из гаражей не могут выехать из-за грязи, буксуют. И тут постоянно, когда идет дождь, постоянно реками все текет. В аварийном состоянии стена на придомовой территории находится уже не первый год. А дождливая погода только усугубляет ситуацию. Сезон тайфунов, конечно, с нее льется вода, здесь у нас и сырость, и размывает все. Стена, в принципе, уже старая довольно, никогда ни ремонт, ничего не проводилось. То есть, ну вот так вот окна выходят у нас, и окна здесь страшно детей отпускать. Ждать, когда займутся ремонтом стены, жители уже устали. В своих письмах они дошли и до прокуратуры. К их мольбам подключились и владельцы прилегающих частных территорий. Только вот реакции пока что никакой. Раньше как-то помещалось в стоках, в трубке, а сейчас сплошной стеной идет по стене. И смотрю с твоей стороны, вот сначала, там уже блок нарушен. Нарушен, он упадет скоро. Сколько еще продержится опасная подпорка, неизвестно. А тем временем стихия делает свое дело. Металлическую опору линии электропередачи смыло оползнем утром 13 августа в районе улицы Героев Хасана. Причиной повреждения опоры ЛЭП стал обвал подпорной стены. Происшествие привело к кратковременному отключению электроснабжения у части потребителей. На месте инцидента специалисты установили, произошел сход оползня. Ненадлежащая конструкция подпорной стены обрушилась. К счастью, при обвале никто не пострадал. Стена повалилась на кабину рядом стоящей спецтехники. Благо, в автомобиле никого в этот момент не было. Само электроснабжение восстановили в течение 15 минут благодаря резервным источникам питания. Неустанованные лица в охранной зоне нашей линии 35 кВт возвели подпорную стену без нашего согласования. Подпорная стена не соответствовала никаким требованиям, строительным нормам. И первый раз такое у нас произошло, что у нас полностью опора была разрушена так, что восстановление в принципе не подлежит. И это не единственный случай, когда в нашем городе дождей и ветров неустойчивые стены не выдерживают натиска стихии. Только в этом году они рухнули на Окатово, Котельниково и Аллилуево. В результате этих происшествий пострадавших не было, но, как известно, раз на раз не приходится. Александра Нитая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Александра Нитая, Дмитрий Сухору. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом. ですね. Продолжение следует...